Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому это будет самое распространенное решение, которое на сегодняшний день присутствует на рынке и которое будет присутствовать на рынке завтра. Ну, теперь, собственно говоря, непосредственно о демонстрациях. Первая демонстрация посвящена, у нас, опять-таки, видеоконференции. В видеоконференции есть, скажем так, несколько особенностей, которые до сих пор сдерживали их применение. Первая особенность – это сложность их управления, сложность шедулинга. Если кто-то из вас сталкивался, для того, чтобы топ-менеджер организовал видеоконференцию, как всегда это происходит? Эй, админ, сделай конференцию на 16! Плюс еще и выного Петрова и Сидора туда подключили, да? Админ с гиканями-гиканями, проклятием всего этого дела туда метется, пытается эту конференцию сделать, у него не получается, все нервничают. Админ, соответственно, получает. Ну и, собственно, как это отражается на внедрении видеоконференции? Топ-менеджер не хочет ею пользоваться, да? То есть, видеоконференция должна быть удобна. Раз. То, чего сейчас очень мало кто делает. Второе. Видеоконференция должна быть доступной с любого места. С любого места, с любого устройства, причем, на самом деле, с одинаковой функциональностью. Это два. И третья – видеоконференция должна быть красивой и приятной. То есть, на самом деле, потому что вы тот же видеотерминал выставите в кабинет, который уже оформлен, который докорирован, который, собственно говоря, был хорошо выглядел и без видеоконференции. Даже с видеоконференцией он не спорил своего внешнего вида. Вот компания Cisco решила пройтись по этим трем вещам. По этим трем гэпам, которые сдерживают развитие видеоконференции, и все их исправить. Посмотрим, как у нас это получилось. Представляю, стенд. Из чего? Что-то вы видите перед собой кучу экранов, на каждом из них что-то изображается. Буквально несколько слов расскажу, что и где. Экран номер раз. Это мой телефон, включенный в публичную сеть. То есть, интернет, это никаких VPN, нет ничего. Дальше. Мое персональное устройство. Видеотерминал на андроиде. В принципе, ввиду определенных особенностей, его можно считать даже домашним видеотерминалом, домашним устройством. Потому что оно, как нельзя, лучше подходит еще и для каких-то развлекательных целей. Сейчас мы тоже ждем, когда он запустится. То есть, когда вы устали от работы, только с решением нашей видеоконференции вы будете отдохнуть. То есть, опять-таки, устройством включено, ключевой момент. Устройство включено через публичную сеть интернет, без VPN, криптуя сигнализацию, криптуя медиа-трафик, криптуя доступ к директоре, к почте и прочее, прочее. Следующий момент, это наш терминал MX300. Он до недавнего времени был включен в нашу корпоративную сеть. Специально для этой демонстрации я ему сделал factory reset. Что значит factory reset? Он обнуленный. Вы видите, это же отречисто. То есть, это терминал, который вы достали из коробки, включили в сеть, включили в 220. Время, которое я потратил на, скажем так, приведение моего готовности этого терминала, ну, минут-то 3-4-5. То есть, не больше. Никаких настройок я не делал, вообще не знаю. Следующий, это выводится мой дисплей компьютера, ноутбука. Единственное устройство, которое на сегодняшний момент у меня находится в корпоративной сети, собственно говоря, по VPN. И третье устройство, которое выводится на левый экран, это iPad. Единственное, что он по AirPlay дружит, что далеко. Вот, собственно говоря, мы сейчас попробуем провести типовую видеоконференцию. Первое. То, что мы говорим, видеоконференция должна быть удобна для шедулина. Что сделала компания Ациска? Компания Ациска явила такое понятие, называется Collaboration Meeting Room. То есть, каждый человек, который может создавать конференцию, имеет Collaboration Meeting Room. Это одна из разновидностей его представлений. Они имеют различные представления, интегрированы с Outlook, как там, в LVL, какие угодно. Что в этом Collaboration Meeting Room есть? Первое. Это номер дозвона. То есть, номер дозвона, это тот номер дозвона, на который любой человек, с любой точки мира, с любого видеотерминала, Sony, Polycom, Cisco, H323, Sling, откуда угодно, с любой точки мира на этот номер может дозвониться. Этот номер действует 24 часа в сутки постоянно. Дальше. Это пин-код. Пин-код для того, чтобы авторизовать меня, как владельца этой комнаты, владельца конференции. Для того, чтобы я ему взойди и стартовать конференцию. Есть еще гостевой пин-код. Ну, собственно говоря, гостевой пин-код, в данной ситуации я его не использовал. Вот, собственно говоря, те настройки, которые каждый пользователь может себе сделать. Он может себе сделать один раз. И больше не делать. То есть, забудьте за понятие шедули на конференции. Забудьте за то, что босс должен кричать админом, бегите, настраивайте, шедульте. Все, забыли. Этого всего уже нет. То есть, у нас запуск конференции идет не в одно касание, а в ноль касаний. Не надо ее шедулить. Все, у вас есть конференция с ее номером. Причем, чтобы вы тоже понимали, этот номер, это, в данном случае, это телефонный номер, это просто правила компании ЦИСКО для внутренних сотрудников. Он может иметь вид, не знаю, конференция Сукаева, вот собака ЦИСКО. Он может иметь любой вид, да. То есть, это некий УРА, считается а-ля электронная почта, куда все могут дозвониться. Ничего не делает, ничего не шедули, в любой момент времени. Подхожу к видеотерминалу, просто набираю вот этот номер. Видеотерминал, повторяю, стоит просто в интернете. Моя комната, может быть написана на русском языке, на кого-могодно, неважно. Просит ввести меня пароль. Ну, поскольку я хост. Соответственно, я ввожу пароль. Проваливаюсь в видеоконференц-комнату. То есть, все, я в видеоконференце. Пароль может быть, пароля может не быть, неважно, что угодно делаем. С другого видеотерминала. Звоним, проваливаемся в комнату. Не хочу я быть хостом, просто нажимаю решетку. Провалился в комнату, попал в видеоконференцию. У нас в видеоконференции находятся два участника. Дальше. Я захотел, чтобы в моей конференции поучаствовали еще кто-нибудь. Неважно, соседи, партнеры, коллеги. Друзья по бизнесу, кто угодно. Просто, смотрите, не зовем админов, не трогаем терминал. Ничего не делаем. Подходим к своему рабочему инвестору и набираем просто номер. Номер другого видеотерминала. То есть, того, кого вы хотите присоединиться. Пошел вызов на видеотерминал. Вы видите список участников. Так, видеотерминал, соответственно, у нас подключился. Хотим еще присоединиться. Опять пошел вызов на видеотерминал. Ждем очередного участника. То есть, в принципе, мы легко, просто, не трогаем админа, никого. Мы подключаем любое количество видеотерминалов. Чтобы тоже понимать, вот это решение, вот сейчас я демонстрирую, то решение, которое мы говорили, оно стоит 600 долларов на 54 HD участника. Вы думаете, 54 HD участника. Мы ни один, ни лайфсайдс, никто этого не сделает физически, плюс еще и за такую цену. То есть, это решение, которое вне конкуренции. Варианты могут быть лояльного, могут быть такие, да, до 16 мольчиков на экранах. Может быть, говорящие с подстрочника. Как угодно. Это передовое решение циско-телепресса. Соответственно, я, например, хочу начать шарить презентацию, да. Презентация у меня расположена, на самом деле, вон, на мутбук стоит специально обученный. Нажимаю одну кнопку. Шарить презентацию. Начинаю шарить презентацию в этой видеоконференции. Ну, например, хочу записать ее, да. Опять-таки, вот что вы делаете, что сейчас делает топ-менеджер, когда он хочет записать конференцию? Кроме клика, эй, админ, он больше ничего не может сделать, да. Что мы делаем сейчас? Просто нажимаем кнопку. Соответственно, идет запрос, чтобы тоже понимать, то, что я вам сейчас показываю, это не стенд. Это не стенд, который стоит в соседней комнате, да. А это неподготовленная демонстрация. Это система боевая, которая стоит в ЦИСПе, которая стоит в Штатах, которой я пользуюсь. Я просто вышел в интернет, вышел из корпоративной сети и расставил терминалы. И сейчас работаю просто на своей системе, которая стоит в Штатах. Теперь смотрите. Есть люди, которые здесь сидят, и которые так же, как и я, плохо видят. У меня зрение не идеальное. Сидят далеко, и вот они хотят увидеть эту презентацию. Это их ненормальное желание, правильно? Они берут, если что, прошу, не повторяйте, потому что мы забьем сейчас в данной ситуации, забьем Wi-Fi. Они берут бесплатное абсолютно приложение, называется Proximity. Вот оно расположено. Оно скачивается с Apple Store, с Android, да. И, как говорил один из моих учителей, Proximity рассчитано на среднее десантника. Нажимаем. Говорит, где-то тут доступ от микрофона iPad. Все, извините. Нажали одну кнопку, просто запустили приложение. Что сделало приложение? Приложение «Нашло видеотерминал». Генеральский эффект. Генеральский эффект. Сейчас. Я думаю, что все-таки вот отвезло. Оно начало, оно не подключилось. Оно должно подходить к слайду. Сейчас мы его выключим. Пока он включается, выключается, не важно, подождем. У нас есть видеоконференция, и мы хотим поучаствовать в ней с любого устройства, как я уже говорил. Любое устройство подразумевает и мобильное. Берем iPhone. В чем, кстати, прелесть нашего решения, что одинаково работает, одинаковый функционал у нас на любой платформе. iPhone, iPad, Android. Берем iPhone, набираем мой номер. И попадаем в конференцию. Видно тут? Я ее так аккуратненько положу. Пускай все стоят. Попали в видеоконференцию. Сейчас мы... Так. Попали в видеоконференции. Попали в видеоконференции. Запускаем. Продолжение следует... Устройство iPad, iPhone, Android, ну, собственно, вы его видите так, да, может, не участвуя в видеоконференции, может подключиться к видеотерминалу для того, чтобы с него забирать презентацию. А теперь внимание на экран. Вы видите происходящие видеоконференции? Слайд у нас стоит. Правильно? Ну, вот я, например, листаю слайды. Зашел до последнего слайда. Все посмотрели последний слайд. И тут человек, сидящий сзади, считает, что он что-то забыл из предыдущего слайда. Что он делает? Конференция вся показывает то, что она и показывает. Он сам себе может отлистать любые слайды назад. То есть это сделано для того, чтобы человек, который не может, я не знаю, ему удобно было работать, да, чтобы он мог работать, несмотря ни на что, видит он, не видит он, всегда может подключиться, посмотреть слайды, посмотреть презентацию. Может сделать снапшот. То есть вот хочу сохранить конкретный слайд в фотоальбом. Может сделать там комментарий. Может, на самом деле, есть права наположить трубку. То есть, соответственно, может прекратить связь. Конференция у нас, как вы уже видите, да, записывается. Всех участников мы видим. Всех участников мы можем приглушить микрофон. Всех участников мы можем выбросить. То есть элементарное, скажем так, элементарное средство управления, в котором не нужно делать шатулины, в котором, когда добавляешь человека, не нужно делать, там не нужно знать, где он, с помощью чего он подключен. Для того, чтобы стартовать запись, не нужно опять-таки вызывать админа. Все, что вам нужно, это иметь персональную комнату. Все. То есть, причем стоимость персональной комнаты, как вы уже говорили, дешевле всего на рынке. Ну и, собственно говоря, там, например, останавливаем шеринг. И вот тут вы видите одну интересную особенность. Вы видите много мордочек на экране. Ключевой момент, почему я на это обращаю внимание. Потому что наши друзья по цеху на букву «М» объясняют, что они на айфоне не могут вывести много мордочек на экране, ввиду того, что платформа не позволяет. Вот доказывают, что платформа так и позволяет. Соответственно, надо вывести 16 мордочек на экране в айфоне, в альпане, в андроиде, где угодно. Соответственно, одинаковый функционал, который достижим на любой платформе, которая есть на сегодняшний день. Дальше мы можем остановить себе совещание. Совещание останавливается, и мне... В рейс-записе, извините. Останавливаем запись совещания. И, соответственно, когда закончится запись, мне на электронную почту приходит ссылка, где я могу скачать наш видеоролик, который мы записали. То есть видеоконференции на текущий момент стало пользоваться очень легко, очень удобно, очень комфортно. Теперь еще один момент расскажу по поводу вот этого функционала, да, по поводу того, который называется Cisco Proximity. Дело в том, что он работает, вот видите, кстати, уже, поскольку мы шаринг закончили, но я скашировал здесь все картинки, я могу все равно вернуться к презентации посмотреть. Как он работает? Первое. Как только вы включаете, нажимаете на эту волшебную кнопку Cisco Proximity, у вас идет обмен между терминалом и любым вашим устройством по ультразвуку. Вот это ключевой момент. У ультразвука идет обмен ключами шифрования, причем каждые 30 секунд. То есть если вы выйдете, например, из помещения, мы проверяли даже за стеклянной перегородкой, вы не подключитесь, ультразвук не проходит. Более того, если вы с ультразвуком обменялись ключами шифрования, обменялись IP-адресами, установили режим передачи изображения. Более того, если вас попросили выйти из комнаты, когда вы вышли из комнаты, в ближайший же обмен 30 секундный, вы не сможете синхронизировать ключи шифрования и вас выбросит из конференции. То есть решение, которое в принципе даже в своей базе реализует необходимый функционал безопасности для доступа. Вот можно положить из него, например, прекращаем связь. Управляем видеотерминалом. Кто-то не хочет пользоваться настольным планшетом, ну не планшетом, а бультом управления, да. Соответственно, он может просто пользоваться iPad, iPhone, Android, с рабочего места. То есть доступ к, скажем так, к видеоконференции, к управлению видеоконференцией, к участию видеоконференции у нас сделан максимально широко. На сегодняшний день, в данной демонстрации, я показал, что независимо от того, где находятся люди, два человека, которые я подключал, у нас были в цельском офисе, да. Независимо от того, где находятся люди на текущий момент, в интернете, с зарегистрированными в компанию устройствами, с устройствами, которые просто достал из коробки, включил и все, да. То есть в настройках он полностью чистый, он подключил поддержку себе адрес, и она там все закончилась. С мобильного устройства в аэропорту, где угодно, вы всегда можете получить доступ к видеоконференцией, причем самое главное, что этот доступ будет удобный, этот доступ будет к качественной видеосвязи, и этот доступ будет очень доступный по цене на сегодняшний день, то, о чем я говорил изначально. Вот, собственно говоря, тот вопрос, который касается СИМАРа, который касается видеоконференц-связи, ЦИСКа, начинается с сентября месяца, который изменения произошли. Если есть вопросы... Да? Смотрите, чтобы тоже понимать. Видеоконференц-связь. Что такое видеоконференц-связь по компонентам? Первое, это видеотерминалы. Видеотерминалы, TX, SX и прочее, прочее, да. Это отдельная часть, софтовые клиенты. Затем есть инфраструктура. В инфраструктуру все, что входит. Первое, это call control. Второе, это call control, это call manager, да, телефонная станция, условно говоря. Второе, это компоненты, которые позволяют выйти за DMZ, то есть это ExpressVC, ExpressVD. Это компоненты, которые микшируют. Ну, собственно говоря, у нас это Telepresence Server, видеомикшер. Это компоненты, которые управляют. Telepresence Management Suite, систему управления. Это компоненты, которые, к сожалению, у нас есть на сегодняшний день один вентор видеоконференции, который шибко-пропрайтери, да. Поэтому для того, чтобы интегрироваться с Microsoft Link, у нас есть специально выделенный компонент, который для интеграции с Microsoft Link предназначен. Так вот, вот эти все компоненты, они входят в лицензию за 600 долларов. То есть, значит, что вы можете, за эти 600 долларов, вы можете поставить себе любой персональный терминал. Вот такой. Что такое персональный? Тот, который стоит на столе, да, то есть это не персональный. Вот такой. Телефон 78, 88 серии видеотелефон сейчас ERC привезло, например. Дальше. Айпад, айфон, на, то самое, джампер на ноутбуке, что угодно и сколько угодно. Вы наставили себе видеотелефон. В любой момент времени вы можете конференцию запланировать. Запланировать, например, с аутбука, с, я не знаю, с веб-странички, откуда угодно, да, то есть за шеду или конференцию. В любой момент времени вы можете начать непосредственную конференцию. Эд-хоком набились. И у вас постоянно есть CMA. Дальше. У вас есть возможность подключиться конкретно у вас с любого места мира. То есть необязательно с компактивной сети, без VPN, зашифрованной. Вы подключаетесь. И у вас есть возможность связаться с микрософтовскими endpoint-ами. Вот эта лицензия на LinkedIn, которая тоже туда входит. И к вам в конференцию может подключиться столь, сколь угодно много участников, насколько у вас хватит виртуальных мощностей. Хотите 54 HD? Будет 54 HD. Хотите 200 HD? Будет 200 HD. Все решения ЦИСКа в юнифицированных коммуникациях на сегодняшний день это виртуальные машины на базе в аварии SXI и на X86 или X64, как называется? Правильно, да? Ну, то есть на базе обычных серверов классических. То есть вы, соответственно, поставили, например, ресурсы, что у вас хватает 54 HD участника. За эти 600 долларов вы наберете одну конференцию, на самом деле две можно, две конференции по 54 участника. Хотите? Малого. Поставили еще виртуальную машину, ноль денег, ноль. Еще виртуальную машину, еще собрали 54 участника. Нет. Смотрите, лицензируется только хост конференции. Только тот, кто создает конференцию, не тот, кто участвует. Участвовать могут с таких терминалов, софтовых, с Линка, откуда угодно, из Коскоса, что угодно. Время действия, лицензии, жизнь. Да, абсолютно. А проксимити на... Проксимити абсолютно безвозмездно. Качается. Да. Правильно я понял, если качается в начале и конца, что если не имеют право делать конференцию, то у каждого надо по 600 долларов, чтобы он мог быть инициатором. Абсолютно верно. Ну, либо секретаря. Ну, да. Но я вам скажу, что вот это, вот это, скажем так, переводит секретаря в другую плоскость. Смотря. Да, да. Поэтому проксимити, чтобы вы понимали, да, проксимити работает в зависимости от терминала. Например, на этом терминале может подключиться до 7 устройств проксимити. На SX80, на SX700 до 30 устройств проксимити. Ну, просто что по факту, по факту это на самом деле нормально. Почему? Потому что этот терминал для такого зала, естественно, не рассчитан, да. Он рассчитан на 10-15 человек, из которых, ну, там, 5 будут видеть хорошо, 5 так, как я. Поэтому этого достаточно. Да. Вот в 600 долларов входит лицензия на любое количество любых настольных устройств для этого человека. В эти 600 долларов это тоже входит. Цена 600 долларов это GPA. Это доскидочная. Да. То есть, вот эта программа, которая скачивается, она позволяет подключиться личному участнику к соответствующему... Нет, к проксимити, которая? Да. Нет, проксимити это позволяет подключиться к видеотерминалу для того, чтобы снять презентацию. То есть, это не участник конференции. Это просто нужно зайти в ту комнату, где находится терминал, тут зайти в ту комнату, нажать запуск и счастье. И что больше лежать надо? Ну, через Wi-Fi, да? Да, ну, тут Ethernet-а нету просто. Можно через Ethernet, но его тут нету. С Polycom она связывается. Проксимити? Да. Ну, конечно, ставится цисковский терминал, вешается надпись «Поликом» и связывается про всеми. То есть, никаких проблем лицензионности, там, «Поликом»... Но если мы цисковский терминал поставим и напишем «Поликом», я смирюсь. Нет, но если мы «Поликом» хотим связать с циской, то есть делать конференцию... Смотрите, если мы хотим связать «Поликом» в одну конференцию с циском, абсолютно нормально. Это лицензия, это то, что, я говорю, 600 долларов, конференцию собрали. И из нее, и вы ее можете звонить «Поликом», «Сони», «Лайфсайз», «Майкерсофт», кто угодно. А мы на «Поликом» можем позвонить. Да еще раз, и вы ее, и из нее. Понятно. И так, и так. Ну, то есть, я набрал этот номер, который я набирал, да? Мне без разницы, какой. Это СИП-УРАЙ, да? Более того, в чем еще особенно, что наш телепрезент сервер и наши VCS способны еще транскодировать СИП-323. Это тоже немаловажно. Почему? Потому что очень много организаций у нас на сегодняшний день есть, у которых видят терминалы еще 323, старые стоят их много. Их тоже надо утилизировать как. Ну, то есть, использовать. Оговорка по Фрейду, сори. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование, как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в эти сферы вместе с ЦИСКО. КОНЕЦ КОНЕЦ